всем доброго времени суток с вами снова злой фрилансер сегодняшний видос был создан благодаря парню под ником joysus он подсоветовал мне данную библиотеку данное расширение для laravel нужна эта библиотека например если у вас есть некая база данных некий legacy проект который вы хотите перенести на laravel но не знаете как сделать миграции для того чтобы допустим в тестовом окружении воссоздавать структуру базы данных которые на проекте есть когда это может быть нужно ну например для быстрого развертывания dev окружения или например для юнит тестирования или еще чего угодно короче кейсов когда это может быть необходимо бесконечное множество и очень приятно что есть специальный инструмент который оптимизирован для того и создан для того чтобы данный процесс упростить процесс установки данного расширения в уже имеющийся проект на базе laravel до ужаса элементарен запускайте композер указываете название репозитория с которого необходимо загрузить исходнички у меня уже все в принципе готово под это дело давайте пойдем строго по инструкции сверху вниз так сказать запускаем композер который минус минус дэв это значит загружать расширение в композе реквайрид дэв сейчас покажу где это вот здесь у нас есть файл композер джейсон и здесь есть реквайр дэв вот сюда будет добавлен этот новый модуль тут написано что могут быть сложности с созданием миграции на базе laravel 5 5 5 версия ларки но пятая версия ларки вышла уже достаточно давно надеюсь что никаких проблем не возникнет скорее всего не возникнет должно быть все хорошо сейчас композер считывает зависимости делает расчет не только каких-то конфликтов если будут конфликты композер об этом напишет но я подозреваю что все будет хорошо большинство проектов печки не имеет каких-то серьезных проблем связанных с зависимостью обычно просто библиотеки печкишны они самодостаточные редко какая библиотека слишком много тянет за собой обычно много зависимостей у проектов больших но вроде laravel из коробки ну или допустим каких-нибудь расширений серьезных но как правило как правило проблем не возникает очень очень редко когда есть какие-то сложности но и тоже это решаемы самая типичная проблема зависимости композера это ну например какая-нибудь библиотека устарела которая у вас проект требуется ну для того чтобы решить эту проблему лучший способ это обновиться на следующей версии библиотеки как бы вот и все отлично зависимости установились очень странно что тянется laravel 4 generators ну возможно там есть какие-то библиотеки на базе которых основан текущий генератор тут стать предлагают подключить вручную через провайдеры несколько классов если старая версия до 55 и также предлагают их регистрировать если ну короче чтобы исключить вероятность добавления этих классов на продакшен окружении вот но учитывая что на продакшене в принципе нету деф через композер ну по крайней мере я стараюсь короче делаю что там можно у композера сделать композер стал минус минус продакшен это значит что деф-реквайрменты они не будут устанавливаться поэтому как бы я вот в моем из кейсе я в этом смысла особого не вижу но если у вас как бы ставятся абсолютно все пакеты на продакшен окружения то почему бы и нет ну что ж теперь давайте попробуем сгенерировать миграции у меня здесь есть уже несколько готовых но поскольку я когда что-нибудь пишу я стараюсь начинать с того что создаю миграцию создаю модели и дальше это все описываю давайте для частоты эксперимента все удалим теперь у нас как видите папка migration пустая в . n файле уже настроены все необходимые параметры для того чтобы к базе данных подключиться поэтому там ничего трогать не будем единственное что переключимся в консоль напишем артизан артизан здесь не исполняем посмотрим играет generate вот нам нужно запустить вот эту команду нет я не хочу их логировать просто создание необходимое количество файлов отлично ну кстати вот достаточно точно он вас создал структуру я так примерно уже вижу во первых он повторился таблицы во вторых создал все фары ключи удаленные так смотрим у нас теперь это должно быть дофигище дофигище файликов давайте посмотрим надо наверное для частоты эксперимента сейчас во втором окошке открыть копию проекта и сверить с тем что я делал изначально хотя конечно есть некоторые разницы потому что старые ну в общем миграции у меня там удаляли таблицы создавали таблицы пересоздавали в общем давайте сейчас я открою еще одно окошечко и сверим вот эти миграции которые нагенерил генератор с тем что есть сейчас так я открыл проектик пойдем сверху по списку таблица applications где тут она была applications смотрим смотрим схема блюд принт айди кей здесь уже есть уникой я и никую делаю вот так давайте сделаем вот так его таким вот макаром и спрячем боковушку кедах практически как винде можно так смотрим вот видите он пропустил а нет все нормально все нормально он сделал отдельную запись индекс собрал в кучку там дальше у меня есть вот эти вот моменты которые индексы делают такого плана то есть это правильно едем дальше категории категории с ну тут принципе ничего такого прям экстрадионерного нету поэтому правильно clicks тут тоже подозреваю все будет окей так мне изначально была таблица под названием статс но я потом ее переделал так вот здесь у меня произошел ренейм дальше я а я ей тут я сделал ренейм дальше я сделал юзера постойди он сайдет было был вот индекс он не совсем правильно сделал но в принципе на самом деле не критично статс news и здесь тоже индекс кстати не вижу референс то есть тут должно быть и а возможно возможно мне надо смотреть немножко не тут возможно мне надо фаргин кейфа клик так он юзерс анапдейт новакшин он делит новакшин ну то кстати это избыточная это не давля потому что это дефолтные значения референс айди он юзерс референс айди он пост ну вроде бы правильно причем смотрите он еще здесь отдельно фарагины дропает потом по названию индекса так что очень даже норм очень даже верю так едем дальше давайте сразу какой-нибудь какой-нибудь сложный сложный кусочек например пост ты был потому что в принципе на простых схемах уже я понял что она работает более-менее правильно пост у меня был создан из ньюс сверим ньюс так юзер айди юзер айди тут кстати у меня референс а здесь референс будет наверняка дальше он сайдет было был 0 был я потом добавил и индекс создается сразу группа и не пропаде это должно быть позже группа не я пост уже сделал интегра группа диссор сайди ага вот здесь я использую статические значения из моделей здесь немножко неправильно но это не потому что генератор сработал неправильно это потому что мне в миграциях использовались оптимизации под модели ну я люблю использовать константы для того чтобы описывать некоторые значения дефолтные в своей модели немножко сумбурно объяснил но думаю что суть понятна короче эта штука она такие константы они последствий модели они впоследствии упрощают вам многие многие моменты когда нужно точно знать какое значение где должно находиться типа строгой типизации что-то вроде этого чтоб не писать не хардкодить где-то цифра ну например у вас там русский язык был на с индексом 1 а потом он вдруг стал 11 вот чтобы не лазить во все места где у вас прописано было единичка и писать 11 вы можете просто использовать константу и в константе поменять значение дефолтные это существенно упростит вам жизнь так description 65 300 535 это дефолтное значение количество символов в поле текст ну был скрип шину был линк впоследствии а вот линк вот он длит дитаем ну статус как видите тут тоже у меня там одно значение из модели берется константа здесь он естественно берет циферку потому что в базе данных не указано какой модели база данных ссылается какому значению ну и индекс ставят он скрип шин да у меня для full текстного серча когда я не знал что можно можно вот так просто написать интересно вот это вот неправильно походу тут надо именно тут надо именно поле для полнотекстного поиска делать а тут всей видимости а здесь он просто создал индекс то есть это не совсем то тут надо именно в базе данных mysql включить чтобы полнотекстный индекс был ну в общем вы поняли что это в принципе прикольный инструмент который может упростить вам значительно упростить создание вот подготовку предподготовку для того чтобы сгенерировать миграции например это может быть полезно на каком-нибудь проекте которую переносите на лара вел чтобы не смотреть вручную структуру баз данных или не ковыряться в других миграциях другого фреймворка сразу сгенерировать некий шаблон некий костяк отправную точку с которой вы можете начать впоследствии просто подредактируете то что вам необходимо подправить и поля подправить и именование индексов ну как видите тут full текст немножечко немножечко коряво но я знаю что не стоит использовать мускуле полнотекстный поиск вот и после того как у вас есть некая отправная точка вы можете просто пробежаться посмотреть чтобы все было корректно соответствовало концепцию вашего проекта и как минимум благодаря этому сэкономить кучу времени на то чтобы проект перенести то есть я помню когда-то давно у меня похожая задача была то есть что я делал я брал я еще не знал про существование то проекта который генерирует миграции в общем я брал заходил через php myadmin в базу данных смотрел структуру и повторял название колонок в миграции то есть вручную текстом писал сами понимаете что такое решение оно может потребовать больших временных затрат что не всегда у нас есть у меня по крайней мере тогда не было и приходилось вот в урагане быстренько быстренько это дело проходить с этим инструментом подобные проблемы больше я не вижу единственное что обязательно проверяйте так ли ну правильно ли у вас создается индекс потому что вот касательно full text поиска это не совсем так как должно быть в идеале конечно надо через тип full text делать это как бы вот единственная придирка которую я могу сейчас которая сейчас вижу которые вот сейчас могу докопаться так сказать а в целом проект мне очень нравится и если вы его еще не пробовали настоятельно рекомендую посмотреть просто знайте что такая технология существует если бы я знал о том что есть такой плагин который может так круто упростить мне работу хотя по году два назад я бы наверное думаю очень сильно моя жизнь поменялась на факте не сильно поменялось но как бы мне было попроще хотя бы вот с этим я бы не парился такие вот дела ну я буду закругляться большое спасибо за просмотр под видосиком ссылочки вы знаете кнопочки там делать уже взрослые ребята девчата всем большое спасибо пока пока